Моя команда Дмитрий и Дарина. Прежде всего спасибо большое, что вы все нашли время для того, чтобы посетить наше скромное мероприятие. Сразу хочу сделать небольшую ремарку. У нас на фейсбуке была формочка для регистрации. Если кто-то из вас не регистрировался, зарегистрируйтесь, пожалуйста. Потом по этой формочке мы случайным образом будем выбирать тех, кто получит бесплатно от нас. Мы будем разыгрывать 5 страховок от штрафа от нашего партнера Юниверс. Поэтому если вам не сложно, у нас в паблике есть ссылочка на формочку и в принципе это вот. Непосредственно мы проект называемся «Штрафы ГАИ». Как из названия понятно, мы занимаемся штрафами. Чуть подробнее мы расскажем потом в конце мероприятия о нашем проекте. А сейчас мы с вами пообщаемся то, собственно, для чего мы вас сюда пригласили. Как наверняка вроде из вас знают, не так давно в нашей стране произошла реформа. Очень крупная реформа. Пожалуй, самая крупная за 25 лет. А именно, милиция сменилась на полицию. Это изменение также коснулось службы державной инспекции, которая стала патрульной полицией. Собственно, изменений произошло много. Изменения до сих пор происходят и еще будут какое-то время происходить. Но вопросы, еще те старые, к службе ГАИ остались, а к ним добавились еще и новые. Вопросы к новой полиции. Об этом, собственно, и пойдет речь в нашей сегодняшней встрече. Так, для того, чтобы нам наше мероприятие было немножко более интересным, мы пригласили двух представителей национальной полиции. Вита и Дмитрий. Я думаю, что будет хорошо, если вы самостоятельно представитесь. Будет проще, чтобы было нам проще. Инспектор патрульной полиции 6-го рота 4-го батальона. Виталий Хископы. Идакима Дмитрий, замначальника патрульной полиции города Киева. Спасибо. Значит, для того, чтобы наше мероприятие было более живым, в принципе, мы его делаем, это будет такая себе дискуссия, то есть вопрос-ответ. Вы, пожалуйста, очень смело задавайте вопросы, которые вас интересуют. В принципе, для этого мы все устраиваем. И, наверное, давайте мы начнем сразу же с первого вопроса, чтобы долго не тянуть. Вопрос такой. Я управляю машиной в городе, автомобилем. И часто вижу, все еще вижу на дорогах представителей старой доброй госавтоинспекции. Ну, как я их идентифицирую? Это у них серая форма, старый погон. На шевроне не совсем видно, что написано. Там, наверное, написано уже полиция. Но, тем не менее, вроде как поменялось, но вроде как не поменялось. То есть, вот что с этим происходит и как реагировать на представителей, ну, вроде бы полиции уже, но форма старая еще. Серая форма между прочим новая. Нет, там не серая, вот та, старая. А где видите? Ну, скажем так, вопрос, конечно, актуальный, интересный, потому что часто тоже водители обращаются с таким вопросом. Дело в том, что реформа, она идет постепенно. То есть, патрульная полиция, она запущена сейчас во всех областных центрах. То есть, Киев плюс областные центры, плюс некоторые другие города. В частности, по Киевской области, это Борисполь. И частично патрульная полиция работает на трассах. Частично трасса Киев-Житонных, частично трасса Киев-Харьков, Борисполь и так далее. В областях, в райцентрах, на многих трассах патрульная полиция еще не запущена. Со временем этот процесс произойдет. Соответственно, там на данный момент работают еще подразделения бывшей госавтоинспекции. Потому что госавтоинспекция у нас ликвидирована. Сейчас они называются управление безопасности дорожного движения. Это такие же полицейские, но не патрульные полицейские. У них тоже проходит реформа. То есть, и согласно законодательству, до момента запуска патрульной, новой именно патрульной полиции во всех регионах и городах, старые подразделения, которые тоже проходят определенное реформирование, они временно там свои полномочия исполняют. Поэтому, если где-то в райцентре или на трассе вас останавливает сотрудник госавтоинспекции в старой форме, синий еще, да, либо же сотрудник полицейский, который представляется сотрудником управления безопасности дорожного движения, то он также уполномочен, соответственно, взор за безопасностью дорожного движения. Это не самозванцы, это не ряженые, это тоже полицейские. К нам приходят такие вопросы. Это не патрульные полицейские, потому что жалобы на них тоже иногда приходят. Люди ошибочно считают, что они относятся к патрульной полиции. Нет. Это как бы подразделение, которое со временем будет заменено патрульной полицией, но этот процесс просто еще не пришел. Но это подразделение, оно стационарное, привязано к какому-то конкретному объекту? Совершенно верно. Оно привязано не к объекту, а к местному управлению полицией. То есть к краю делу, грубо говоря. И вот в каких рамках оно имеет право осуществлять свой образ? В рамках своей территориальной единицы. То есть это может быть какой-то населенный фунт? Совершенно верно. Либо район. То есть если мы возьмем, например, Киевскую область, в городе Борисполе работает новая патрульная полиция, на трассе Киев-Борисполе, в аэропорту Борисполе тоже. На трассе Киев-Житомир, до пасторко-очери, до границы Житомирской области тоже работает новая патрульная полиция. Если мы возьмем любой другой рейссетер Киевской области, например, Ягатин или что угодно, Березань, Барышевский, то там еще работает старая, ну скажем так, это уже реформированная полиция, но это еще не патрульная полиция. Работает она в рамках компетенции своего райотдела. То есть, например, если вы едете на территории по трассе Киев-Харьков, на территории Баршевского или Ильичинского района, то соответственно, соответствующий полицейский из райотдела районного управления он компетентен будет на этом отрезке трассы. Но дальше планируется как? Заменить уже полиции? Или они будут до конца реформированы и останутся своей? На данный момент они реформироваются, то есть у них проходит первый этап реформы. В концепции, в идее, все они со временем будут заменены патрульной полицией. Но этот процесс, как вы понимаете, он очень медленный, очень трудоемкий и финансоемкий. Поэтому граничные рамки этого процесса сейчас временные назвать сложно. Процесс постепенно идет. Я даже затрудняюсь, это вопрос номер компетенции руководства национальной полиции, но я думаю, что не меньше. Точно так же, если вы помните, когда запускалась патрульная полиция в прошлом году, то она была запущена в городе Киев в июле месяце, потом Львов, Одесса, Харьков в августе-сентябре, и другие города мы запускали постепенно. То есть был период, когда в Киеве уже была новая полиция патрульная, а в городах как бы еще работали старые подразделения. То есть идет такой процесс постепенной замены. Они нам не враги, мы как бы делаем одно дело, мы взаимодействуем, поэтому никакого тут противостояния или какой-то конкуренции нет. При этом новая полиция и Министерство внутренних дел, это одна структура или уже разделено на две части? Разделено. Дело в том, что когда-то до реформы МВД, по сути, было Министерством милиции. То есть существовало МВД, существовали там главки, то есть главное управление МВД в областях, существовали райотделы. На данный момент, в прошлом году, во время реформы, был осознан новый орган власти исполнительной национальной полиции Украины, которой подчинена и патрульная полиция, и органы следствия, и специальные подразделения полиции, и все виды полиции, которые у нас существуют. МВД, Министерство, осталось как орган политического управления, потому что глава национальной полиции назначается правительством, но по представлению министра внутренних дел. То есть национальная полиция получила определенную автономию, но все равно ее деятельность координируется через МВД. Например, МВД у нас координирует сейчас в нашей стране не только национальную полицию, но и национальную гвардию, госслужбу по чрезвычайным ситуациям спасателей-пожарников, государственную пограничную службу и так далее. То есть это европейская модель, когда министр МВД это орган политического управления, а уже национальная полиция занимается непосредственно своей работой. То есть мы как бы, мы не МВД, но мы в какой-то степени подчинены и подотчетны МВД. Ну, если говорить о замене, да, как это будет происходить, полная замена, или это будет переаттестация старых сотрудников, и они просто станут полицейскими, как это все будет? Если найдется достаточное количество жевающих, я думаю, что будет полная замена. А куда старые? А дело в том, что все старые сотрудники, у кого нету, кто не привлекался к дисциплинарной ответственности, по кому нету возражений со стороны активистов, они имеют такое же право участвовать во всех донаборах, как конкурсах. Например, если, как вы знаете, в Киеве 6 числа глава национальной полиции объявила донабор патрульную полицию города Киева, Харькова, Одесса, Львова, Запорожье и Днепропетровска, Днепра. В частности, по городу Киева 650 человек у нас донабор. Любой желающий, гражданский... Ну, да, ничего. То есть любой желающий, он имеет право, в том числе действующий сотрудник, он имеет право податься. Все зависит от их желания. Захотят, переаттестацию пройдут и дальше... Ну, от желания нет возможности, потому что, ну, хотеть мало, нужно еще в конкурс пройти и сдать экзамены. Но, в принципе, да, любой... Опять-таки, сотрудники, в частности, по городу Киеву, по Киевской области, все сотрудники полиции, то есть я подчеркну, не только патрульная полиция, всей, да, то есть и мыло дел, исследователи, они все уже прошли переаттестацию. Потому что, вы помните, зимой, осенью, зимой, весной работали аттестационной комиссии с участием там общественности. Там, лиц, по которым были определенные вопросы, радиозные фигуры, они, как правило, эту переаттестацию не проходили. Кто-то проходил. Поэтому переаттестация уже, как бы первый этап этой переаттестации, он уже, в принципе, прошел. То есть на данный момент все они являются уже не милиционерами, милиции нет, все они полицейские. Просто, еще раз хочу подчеркнуть, патрульная полиция это не вся полиция. Патрульная полиция не есть равно национальной полиции. Патрульная полиция это часть национальной полиции. Просто реформа началась с патрульной полиции. То есть патрульная полиция это как бы такой вот первый блок, наверное, который был реформирован. А дальше уже все остальные. Спасибо. Отлично. следующий вопрос касается касается такой больной темы достаточно это поэтому в каждом мегаполисе эта тема очень актуальна тема парковок наказание людей за неправильные парковки вообще борьбы с этим делом мы сейчас можем прямо сейчас выглянуть в окно да и посмотреть как у нас просто в наглую вдоль полосы для движения общественного транспорта стоит кучу машины и это целый день такое происходит при этом при всем мы можем наблюдать как проезжают курсируют да вот даже по нам демонстрирует картинку сейчас как курсирует автомобиль из полиции и в принципе достаточно редко когда есть какая-то реакция вот момент такой имеет ли право полиция без водителя наложить штраф на конкретную машину ну то есть просто пройтись вот по жирянской улице и все там вот 50 машин которые стоят их просто оштрафовать каким-то образом вложить им какой-нибудь талончик я не знаю как это вот как это как это законодательно сегодня урегулировано и почему этого не происходит потому что на самом-то деле действительно это большая беда и я еще со времен гаи наблюдаю когда меня тормозят а тормозили за какое-либо нарушение и после меня еще 20 таких же машин также проехали их не трогают ну как-то то есть по идее избирательное применение да по идее должна быть все должны то есть все перед законом равны и всех нужно оштрафовать то есть вот непосредственно с остановкой сообщи со стоянкой у нас вообще просто такая большая рана вот как это регулировать и все-таки нельзя полагаться только на патрульную полицию еще должен подключаться город создавать места для парковки потому что всех нужно наказать мы можем мы не можем во первых потому что у нас в прошлом даже физическая сила не хватит где-то я читала такую статистику что у нас в центре шесть с половиной тысяч мест парковочных и миллион претендует достать у рядового квартала нет ни одной многоярусной парковки чтобы понимали как в каком-либо европейском городе билек админа есть только не для всех вот это уже пытание хорошо не надо и там допустим наказывать физически разработки мы тут скажем так действующая редакция законодательства гласит что постановление о наложении штрафа на водителя может быть вынесено в его присутствие то есть принципа квитанция подборник как мы видим в европе в штатах где это уже лет 15 или 20 работает у нас пока этого нет реалии такого сейчас состояния законодательства поэтому какие есть сейчас варианты у полицейского если автомобиль стоит с нарушением правил парковки ну во первых дожидаться водителя чтобы на него вынести постановление это учитывая загрузку патрульной полиции не всегда возможно точнее почти никогда его я хотел бы напомнить что патрульная полиция выполнять не только функции гей она выполняет функции бывшей патрульной постовой службы она выполняет функции приезда по вызовам 102 то есть борьба с преступностью все вызовы 102 поддержание общественного порядка задержание грабителей разбойников убийц воров мошенников это тоже работа патрульной полиции и пожары кроме правил дорожного движения то есть патрульная полиция это не служба борьбы с нарушением правил парковки возможно в будущем следует подумать о том чтобы как-то именно применять опыт западный да европейский когда по сути вопросы привлечения к ответственности за нарушение парковки возложены на муниципальные структуры на муниципальные структуры как правило там это не функция полиции сами парковщики совершенно верно плюс полицейский то сейчас как раз я думаю мы дотронемся к такой важной актуальной теме полицейский имеет право в некоторых случаях эвакуировать автомобиль задержать транспортное средство но не за любое нарушение пав用 а только за то нарушение которое если размещение автомобиля существенно а препятствует дорожному движению то есть например автомобиль стоит на пешеходном переходе автомобиле стоит на полосе движения общественного транспорте автомобиль стоит на тротуаре остается меньше двух метров до похода пешеходов но это точечный как вы знаете никакой массовый я не можете видеть массовой эвакуации по киеву нет есть только точечная эвакуация в тех случаях когда ну когда уж совсем там есть коллекция фотографий так сказать даже такой я для себя провожу внутренний конкурс рейтинг самый как бы такой водитель который выше всех себя поставил перед обществом и просто иногда ну волосы поэтому полицейский может эвакуировать автомобиль но опять-таки правильно это сказала что весь город мы не заберем и всех водителей мы не оштрафуем потому что это комплексная проблема которая зависит не только от полиции это в первую очередь работа города постройка паркингов постройка развязок постройка дорог и так далее и так далее по поводу избирательности вы знаете это наверное один из самых распространенных аргументов которые доводится слышать почему меня штрафуете а вот соседа не штрафуют я в таком случае ответ могу дать один я тоже вот когда водителя приходите жаловаться ответ тут может быть один каждый отвечает за себя у нас есть принцип индивидуализации ответственности то есть каждый вы нарушили да так при чем тут кто-то вы за себя отвечаете вот и все причем вы знаете ментальность такова что если полицейский штрафуют водителя дорогого автомобиля точнее извините дешевого автомобиля недорогого да всегда или очень часто мы слышим почему он mercedes bentley пайет но есть сейчас прикол и обратный парадокс если штрафуете дорогого автомобиля он возмущает что вы меня штрафуете это дискриминация на дорогой машине он же гульбурт не оштрафовали всем не угодишь и в принципе задача полиции не входит задача полиции всем угодить мы прекрасно понимаем что всегда будет кто-то и мы не можем и довольны потому что ну как правонарушителю полицейский будет травиться он всю жизнь ездил там парковался нарушал а тут пришел полицейский ложка фулы да и папе генералу не позвонишь даже не мнимому да и не пригрозишь с другой стороны конечно полицейский тоже совершает ошибки это понятно то есть бывают и незаконные постановления выносится до которого потом отменяем чеками права их обжалуют то есть мы как бы честь мундира мы не защищаем бывают разные ситуации но в целом отличая на ваш вопрос как бы проблема в том что невозможно технически физически юридически и как угодно обеспечить безусловное привлечение всех водителей к административной ответственности потому что тогда во первых придется половину города эвакуировать во вторых у нас наверное каждый второй будет привлечен к штрафу и в формально действия формально водитель может нарушать правила дорожного движения но фактически ты прекрасно понимаешь что ему деваться не буду например водитель припарковался с нарушением правил дорожного движения но прекрасно понятно что физически в определенном квадрате города в час пик или там в рабочее время ему встать просто негде поэтому вот еще дополняя то что сказала бита да да то что с голови то дополняй еще у нас очень большая проблема у нас нету недостаточно развита система общественного транспорта потому что если мы возьмем тоже европу лондон париж там платный въезд для автомобилей в центр там есть перехватывающие паркинги где ты оставляешь машину садишься на метро и едешь куда тебе нужно но при этом у них развита система общественного транспорта плюс велосипедные дорожки да то есть здесь проблема комплексно то есть полиция это не есть палочка-выручалочка которая всех как бы спасет а можно уточнять если там люди все равно паркуются то чего бы не выбрать знаки зупинка заборонена и поставить там або зупинка заборонена парковка дозволена после 20-го года как это сделали в Европе после 20-го можно паркуваться вздовж доріг, будь ласка, зато до 20-го, поки всі їдуть, зупинка заборонена. Часто по всяким увеселительным заведениям, віддіхають люди, ми європейська столица, хочемо привлечити сюди туристів. Так, треба создавати міста для тіх ж таксистів, які можуть підвозити віддіхаючих. І знак 3.34, тоді тож не має особого смыслу, тому що, в принципі, там вистачає місця для проїзду. Я з вами согласна, що треба вводити, але ми, к сожалению, не той орган, який розвешиває ці знаки і таблички. Тут трошки доповнюю, дуже часто люди думають, що безпосередньо встановленням значок дорожих і дорожньої інфраструктури займається сама поліція. Ні. Встановленням дорожних знаків, дорожньої розмітки, дорожньої інфраструктури по місту Києву, по інших містах займаються комунальні підприємства. Зокрема, в Києві це Київдорсервіс, київдорсервіс, київпідпорядковиці КМДА. Безумовно, вони дослухаються, тобто поліція може і має право сигналізувати. Потому что, фактически, полиция – это очи, которые бачат те или иные моменты, где нужно... Вот часто бывает, едет патрульный полицейский, и он бачит, что каждый знак застарив. Або размитка есть, но она, фактически, уже не отвечает реальному. То есть мы по таким случаям направляем подать ответный лист до дорожно-эксплуатационных организаций. И очень часто они задовольняют, да, ответные наши... А протягом какого периода? На предмет стоять, ну, немає размитки протягом какого часу, після подания з полиции, а не граждан, вони зобовязані... Ну, честно говоря, достаточно швидко. Достатньо швидко, тобто на звернення полиції, оскільки полиция покликна забезпечити обеспечивание дорожнього руху, звичайно, реакция йде набагато краще. Речь в том, що зміна будь-якої елементу дорожнього размитки чи встановление дорожнього знака – це достатньо складна процедура, поскольку вона потребует анализу схеми организації дорожнього руху в певній ділянці. Тобто, в будь-якому випадку, там є відповідні інженери, відповідні аналітики, які прораховують, і транспортні потоки, тобто це достатньо складна процедура. І у нас, ну, по місту Києву ми знаємо, що у нас є низка транспортних проблем. Нам, в місті Києві, вибачте всі, ми знаємо, хто живе в Києві, нам мінімум три мостів потрібно нових. Або там якісь... Або розв'язки, так. Тому тут, ну, проблема всім є. Але, в принципі, ми намагаємося, от по тим випадкам, де є або звернення від громадяни, ми бачимо, що воно обґрунтоване, або звернення від самих наших патрульів. Там, де чітко видно, що певний елемент, чи знак застарів, чи дорожнього розмінку застаріла, ми, в принципі, по таким випадкам реагуємо і направляємо на муніципальну владу, на дорожню організацію ці подання. Не завжди вони, чесно скажу, задовольняються. Тобто інколи аналітики міста, транспортники міста прораховують, що тут не доречно міняти цю розмінку. Але, в принципі, ця система, вона є і вона поступово, якби набирає оброцю. А аналітики дають якусь аргументовану відповідь чи просто ні, не треба? Аргументовану. Тобто все це залежить від конкретних схем організації дорожнього руху в певній ділянці. І з прив'язку до інших ділянок. Тобто, наприклад, зміна встановлення знаку, або зміна дорожньої розмітки, в цій конкретній точці вона може допомогти, а десь далі вона викличе, наприклад, затори. Тут складна ситуація. Дякую. Можна теж... Я б хотів уточнення. Я з вами Олександр Рівський. Я журналіст. Ми знаємо, що не так давно закінчився ремонт проспекта Побєди в Києві. І я, чесно кажу, був удивлений той дорожньої розмітки, які нарисували дорожніки. Тому що, якщо проаналізувати дорожнюю розмітку вдоль проспекта Побєди, оказывається, що полоса для движення обласного транспорту нарисована вдоль всього проспекта. І я заметив тенденцію, що парковка разделилась на дві части. Тобто, людей, у котрих є джипи или полувнедорожники, вони ставлять машини на тротуар, запрыгивая. Вторая частина, у котрих легковий автотранспорт, вони ставлять просто на полосі. Тобто, виходу немає. У мене вот созрів вопрос. Я понимаю, що це чей-то просчет. Тобто, якщо ти хочеш поставити машину на проспекте Побєди, у тебе легальної можливості зробити, то в большому счету немає. Чем, скажімо так, руководствувалися чиновники КМДА, і советувалися ли вони з національної поліції, коли ця схема прорабатывалась? Просто, як кейс, це зараз рассмотреть. Тому що я, наприклад, для себе, зараз, починаючи на нивках і закінчуючи Побєді, легальної можливості припарковати автомобіль, к сожалению, просто не вижу, як водитель. Дякую за питання. Проблема є? Дякую за питання на транспорті, і була ще не закінчена розметка. Тобто, я цю ситуацію помню, я отменюл ці постановлення, тобто, ці штрафи були внові отменені. На данний момент ми сигнализували, буквально це було в начальні этой неділи, сьогодні у нас в середі, понедельник, Київдорсервісу і Київавтодору, о тому, що там є проблема. Тобто, я об цій проблемі знаю, я полностью с вами согласен, сам там езжу каждое утро. Я надеюсь, що, можливо, до цієї неділи городські власть вже цю ситуацію... Нам треба, по сути, доделати розметку, або предусмотреть какие-то места, де водителі змогуть парковатися, що проспект Побед – це огромний магістрак, по дворам там не встанеш. Тобто, я эту проблему знаю, я подтверждаю, що проблема є. Ну, просто я сталкивался уже с тем, когда действительно неправильно Київавтодор, а именно він наносить розметку, а не Київдорсервіс, пресував її неправильно. І, коли ти пишеш письменне обращення в Київавтодор, вони тебе автоматом переадресують на національну полицію, що це, типо, согласуючий орган, і ми, поки там не пройдет все, опять, про сложене согласование, нічого делать не будемо. Це обычно длится полгода. Ну, у мене є прецедент, коли це длится полгода. Я признаковую десь все точечно. Давайте, в тех конкретних случаях, ну, когда є какая-то конкретна проблема, у нас є, как би, связь с Київдорсервісом, в частности, не по бюрократичним каналам, да, более оперативна. Давайте конкретно по тем ситуациям смотреть, де вот є проблема, ми будем, как би, подключаться і стараться… Ну, я надеюсь, що по итогам сегодняшній встречі, може, ви як-то обсудите с Київ-Автодором і по проспекту Победы эта ситуація, ну, здвинеться, потому що, ну, разметку действительно, надо менять, я с вами согласен. То есть, как-то эту схему надо продумувати. Ну, так би неплохо просто, что Київ-Автодор і Дорсервіс, МДА, вот здесь тоже присутствовали на такому. Абсолютно с вами согласен. Потому що комплексные проблемы, практически все вопросы, я думаю, что это изучать, они…